Друзья, всех приветствую! Сегодня 14 мая, с вами я, Евгений Каташов, компания FX4Trader И самое время поговорить с вами об обновлениях, которые у нас появились на сайте Это индикатор Provolum 2 версии Еще 8 мая по нашим каналам, по нашим группам была рассылка такого объявления Что каждый из вас имеет возможность поучаствовать в тестировании данного индикатора В открытом тестировании И возникает достаточно большое количество вопросов Более того, в самое ближайшее время данный индикатор уже будет доступен абсолютно для всех Поэтому заранее отвечаю на эти вопросы Что нового, что поменялось, что добавили, что убрали Все эти моменты сейчас мы с вами обсудим Различные торговые тактики и стратегии с помощью этого индикатора Об этом будем разговаривать уже в отдельных видео Сегодня просто о нововведениях Итак, после скачивания данного индикатора устанавливайте его в терминал MT4 Ну и первое, что сделать нужно, это, конечно же, набросить индикатор непосредственно на интересующую вас валютную пару или инструмент И ввести сюда свой ключ Больше никаких дополнительных настроек у нас нет в начальном меню Вводите ключ Достаточно ввести на одном только индикаторе по одной паре По всем остальным парам Ключ вводить уже не нужно Автоматический ключ считается Ну и погнали Давайте разбираться с тем, что же у нас здесь нового И как мы этим будем пользоваться Ну вот начальные установки, которые предлагаются от нас Это просто включение индикатора до Вы видите, что поменялась немножечко панель управления Вы видите, что у нас появились обозначения горячих клавиш По умолчанию они пока вот такие объемы Это буковка V Динамические изменения объемов, буковка P и так далее То есть мы вынесли в общую панельку Те горячие клавиши, которыми вы будете пользоваться Именно для удобства, чтобы вы не забывали, какие у вас включены клавиши Далее Исчезло одно окошечко Объединили индикаторы кластер Волум и кластер Дельта В один единый индикатор По каждому есть свои настройки Позже также поговорим Но давайте сначала перейдем в общие настройки Чтобы было понятно, что у нас здесь есть Ну, во-первых, язык Будет много языков, все они рабочие Каждый из вас может выбрать интересующий его язык Далее Без анимации, с анимацией Чуть позже об этом поговорим Поймем В большей степени это к динамическим изменениям объемов относится Ну, давайте я уберу пока эту галочку Без анимации Оставим с анимацией Масштаб Если вам интересен, вы можете увеличить масштаб И мы сейчас будем записывать видео Чтобы более крупно все это дело каждый из вас видел Ну, давайте 150-й масштаб я покажу И будем вот с этими настройками работать Ну, и первая горячая клавиша Она общая для всех Control Вы можете ее изменить по умолчанию Control Можете выбрать абсолютно любую Ну, например, клавишу U я возьму И она будет у вас задействована в работе Ну, сейчас клавишу Control я оставлю Далее Следующая вкладочка в режиме настройки Это порядок слоев Каждый индикатор накладывается на экран монитора Последовательно И вы видите по слоям То есть у вас может быть проволум сзади Депок сверху Или кластерные объемы какие-то сверху Вы, допустим, что-то не видите Или хотите что-то видеть более ярче Вы можете поменять слои Причем здесь при нажатии на любой Этот индикатор Когда вы будете его перетаскивать Ну, в принципе, вот стрелочка такая Вспомогательная Вам показывает на какое место Какой индикатор вы переносите Тоже все очень просто Каждый из вас может это настроить Далее Хранилище настроек Разные варианты настроек И сохранение этих данных представлено Ну, во-первых, сброс на начальные настройки Это вот как раз-таки сброс на те настройки Которые идут по умолчанию Видите, опять масштаб уменьшился Стал сотый И опять просто-напросто у нас горит индикатор Далее Вы можете настройки по умолчанию сделать свои Например, выбираете какие-то автоматически работающие То есть Volume Profile Месячный, допустим Вернее, квартальный вас интересует и недельный Ну, там и объемы И сохранить эти настройки В любую интересующую вас папку Они сохранились Накидывайте, когда на другую пару У вас вот эти настройки по умолчанию Уже будут созданы Ну и также вы можете сохранить Прям отдельно эти настройки Куда-то, видите, у меня вот есть для комплексного обзора У меня есть настройки отдельные Там какие-то разные варианты То есть для того, чтобы не прыгать по меню индикатора Возможно, у вас в одном профиле как бы идут Объемы вертикальные и кластера А во втором профиле вы хотите смотреть кумулятивную дельту И динамические изменения объема Все здесь себе сохраняете И быстренько по нажатию двух клавиш Загружаете интересующие вас настройки По общим настройкам все Теперь давайте разбираться с каждым индикатором Как бы отдельно Ну, во-первых, общее включение индикаторов Это глобальное нажатие на кнопочку Которую вы здесь видите Если что-то вы хотите включить внутри этого индикатора Здесь у нас сейчас включены объемы дня Причем здесь везде у нас появились подсказки Мышку наводите Пожалуйста, профиль объема дневной включить-выключить Отключили Вы можете включить профиль часа Ну, понятно, это в большей степени интересно тем, кто работает на мелких таймфреймах Вы можете включить кастомный объем Можете включить объемы контракта Можете включить несколько режимов Все это делается вот быстрым нажатием клавиш здесь Это первый вариант Второй вариант Вы можете все это дело включать непосредственно через настройки конкретно индикатора Volume Profile Нажимаете на данную звездочку И вот у нас пошли окошечки по каждому из подвидов индикатора Нажимаете здесь Он автоматически включил здесь Окошко автоматически включило здесь Погнали разбираться с каждыми настройками каждого индикатора индивидуально В большей степени они похожи Подробно остановимся на одном Остальное все будет уже похоже и последовательно Свернем мышечкой данные окошечко И погнали Мы включили объемы контракта Варианты отображения Слева, справа Здесь все понятно Проблем никаких нет Далее что мы смотрим Прозрачность Тоже все понятно Более яркий цвет Более такой тусклый цвет И настраивается Вот эти два окна цвета Смотрим У нас идет режим Profile Сам профиль Цвет серый Это основной цвет И режим максимального экстрема То есть максимального объема Сами эти максимальные объемы Вот у нас идет нижняя вкладочка То есть вот здесь 100% мы показываем Самый крупный объем Если вы хотите видеть объемы Там процентов 90 Где у нас выстреливают Или 80 Или 60 Чтобы подсвечивались крупные Вы просто этот ползунок Экстрем Мы в процентах Передвигаете влево Или вправо Лично я по умолчанию Смотрю именно максимум Мне интересен Что же вот еще за два цвета Добавили Различные варианты То есть не классический профиль Можем смотреть А можем смотреть Как этот профиль Распределяется по бедам По аскам Кому-то это возможно интересно Кому-то это возможно Поможет в своей торговле Ну и также дельта То есть чтобы вы видели На каждом уровне Какая у нас доминировала дельта То есть зеленая цвета Аск Да это режим бит аск Аск Это значит прошли сделки по аску Рыночные сделки по аску Это покупки Красным цветом Бит Нижняя часть Опять же кто понимает Что такое бит аск Вы настраиваете Видите уровни Где прошли у нас Максимальное количество сделок В общем Да По всему контракту На продажу Здесь все понятно С общими настройками Поэтому мы больше ничего Здесь не делаем Не меняем Переходим допустим На режим weekly Нажимая галочку У нас появились Объемы недели Переходим в настройки weekly Все то же самое Опять же За исключением того Что где отображать Слева или справа Тут этого делать не нужно Всегда объемы недели Отображаются слева Мы можем поменять цвета Например взять более черный Какой-то цвет Для недельных объемов Плюс прозрачность Можем максимально Увеличить И эти цвета Будут очень яркими Плюс здесь поменять Допустим на какой-нибудь Коричневый Или поменять на какой-нибудь Там фиолетовый Бордовый Кстати Да Все Поменяли цвета Ну и здесь Точно так же Отдельные настройки Для бит аск Именно Недельных Или Вы хотите посмотреть Дельту Это вот эти цвета Тоже все понятно Дневные объемы Галочку включили Переходим в дневные объемы Допустим Хочу чтобы они у меня Выглядели синим цветом А максимальный объем Был Желтым цветом Причем хочу чтобы Дневные объемы У меня показывали Экстремы не только 100% А 50% Например Видите да Все объемы Накладываются друг на дружку И мы все эти моменты Замечательно наблюдаем Отключаем пока Эти объемы Часовые Понятно Все то же самое Только на очень мелком Таймфрейме нужно смотреть На 30 минутки Этого даже не видно Но переходим на 5 минуточку И вот у нас пошли Объемы каждого часа По 5 минутки Те же самые настройки Экстремы Цвета Bitask И Delta Самая интересная настройка Которая появилась Это в режиме Custom В первую очередь Следует обратить внимание Что у нас появилось Два режима Custom Это классический вариант Который мы использовали Еще в первой версии Это две вертикальных линии Путем перемещения которых Вы можете выделить Интересующий вас Участок на графике И посмотреть Именно этот участочек Какие здесь объемы Точно так же Два левых окошка Это настройка цветов Два правых окошка По цветам Это варианты Bitask Отображение Слева Можно слева отображать Можно справа отображать Можно по центру отображать Ширина в процентах Смотрите 100% я поставил Между двумя линиями 100% объема мы занимаем Если вы слева ставите Точно так же ширина 100% У нас максимальный объем Прямо на весь экран Но вы можете Здесь же опять же взять И уменьшить Эту самую величину То есть вы смотрите Диапазон От свечи Условно 13 мая 17.00 до свечи 13 мая 20 часов 45 минут Но отображается Оно слева Кому-то удобно Это я пользуюсь Лично только Отображением Между этими линиями Ну и причем Ширину стараюсь Чуть-чуть побольше Хотя бы Чтобы половина Этого диапазончика Хотя опять же Все это подстраивается Индивидуально Для каждого Выбранного вами диапазона Все то же самое Граница Это допустим Мы хотим Отображение слева Хотим сдвинуть От границы У нас тут объемы Объемы контракта Были Мы их включаем Допустим Тоже слева Они пускай По самому краю Если мы хотим Сдвинуть объемы контракта Куда-то сюда Мы можем их сдвинуть Куда-то сюда Это вот по границе Итак По кастомному По классическому Варианту В принципе Мы с вами поговорили Да То есть опять же Прозрачность здесь есть Отображаем по центру То те же самые экстремы Каким образом Выделять вертикальные Вот эти линии Объекта МТ4 Для меня там красный цвет Первая толщина Для того чтобы была возможность Выбрать разные варианты Если вы поставите толщину Вторую, третью Или какую-то То будет только прямые линии Здесь же вы можете выбрать И простую линию Здесь же вы можете выбрать И пунктиры Здесь же вы можете выбрать И точки Можете выбрать Тире Точка Можете выбрать Тире Две точки И так далее Каждый вариант Самостоятельно Вы здесь используете Сброс кнопочка Позволяет вам Не искать эти вертикальные линии в том случае если вы переместились куда-то на график на историю в лево или вправо по нажатию кнопки сброс у нас две вертикальных линии появятся четко в том части экрана где вы находитесь и вы уже здесь если хотите отследить какой-то диапазон берете и просто перемещаете такого так как вам нужно и второй вариант так называемая окошечко pop-up мы сделали что же это такое отключим пока кастомный режим там классический о пап первое горячая клавиша объемы в по умолчанию те же самые настройки по цветам то же самое профиль beat as delta прозрачность ширина экстрем и давайте поработаем с этой горячей клавишей во первых те настройки которые у нас заданы вот в этом меню еще раз переходим они по умолчанию идут но настройки pop-up вы можете менять для каждых для каждого окошко отдельно например в горячую клавишу нажимаю и кнопочкой в я пытаюсь посмотреть вот этот диапазон по таймингу от 10 часов 10 минут до вот этого времени это у нас 20 часов 55 минут но в этом диапазоне высота не обязательно мы можем увидеть и вот эти объемчики поэтому очень удобно это окошечко взять и вообще убрать куда-нибудь наверх чтобы она нам не мешала в отслеживании а путем просто перемещение или правой границы отслеживать тот диапазон который нас интересует настройки отдельно каждого диапазона при наведении на вот эту панель очку сверху вот появляются такие галочки настройки мы можем отдельно их настроить то есть допустим я хочу цвет здесь синий здесь хочу цвет оранжевый посмотрите у нас настрою следующие окошечко берем pop-up то же самое по объемам горячая клавиша в идут настройки по умолчанию которые мы указывали вот здесь и если раньше таких количество таких окошек являлось 5 максимально на одну пару то сейчас ограничение стоит 50 таких окошек вы можете наносить в любом месте где бы они вам были интересны то есть если вы хотите отслеживать какие-то интересные моменты непосредственно для данного инструмента по объемам все переходим дальше отключаем полностью отключить все объемы можно вот таким образом но отключается только те которые были у нас по умолчанию вот этих но клавиши да вот окошечко pop-up ну тут нужно каждое окно самостоятельно закрывать если она вас больше не интересует путем нажатия на данный крестик мы закрываем любое из этих окошек далее переходим следующие настройки это индикатор динамик point то есть динамическое изменение объема пока все отключает переходим в настройки точно также мы видим контракт неделя день час кастомный режим который точно также имеет две настройки режим динамические изменения объема всего контракта вы можете настроить толщину отображения и посмотрите внимательно да вот сюда мы переходим в настройки у нас вот здесь без анимации до стоит нажимаем если анимацию это динамические изменения объемов вот так вот красиво кому-то это нравится кому-то не нравится понятно что чуть-чуть большая нагрузка идет на терминал каждый самостоятельно должен настроить вот у нас эти линии они так немножечко бегают если мы сейчас включим объемы дня если мы включим объемы часа для каждой своей настройки вот они все 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 эти линии бегают у нас с учетом вот этой анимации давайте пока включим без анимации зафиксировали все эти моменты отключаем опять же часовые и дневные объемы поработаем с объеме контракт с динамическими объемами всего контракта но в принципе только толщина нас здесь интересует и стиль отображение этой линии при переходе на меньший таймфрейм мы будем видеть как у нас в динамике менялись объемы на протяжении текущего контракта тоже там левее она даже не прогружается хотя если мы так как раз в нем дальше начнут у нас происходить плавные загрузки с того самого момента когда начали поступать первые данные по текущему контракту дальше переходим если нас не интересуют объемы контракта динамически отключаем эту кнопочку также всплывающие окошечки у нас здесь есть депок недельный включить выключить нажимаем вот такой вот интересный цвет вот такие вот настройки по умолчанию опять же вы можете перейти здесь настроить так как именно вам интересно взять толщину другую взять цвет не знаю там оранжевый и чтобы все это дело отображалась у нас штрих две точки вот так у нас выглядят объемы недели дневные объемы тоже можете включить настройки переходим опять же здесь есть просто прозрачность ярче приглушений стиль этой линии толщина этой линии настройки по часу отдельные также можно провести на этом таймфрейме даже не видно ну потому что две свечки я в сжатом формате но при переходе на м1 вы при загрузке будете сейчас видеть вон они мелкие мелкие давайте дадим максимальную толщину они максимально хотя бы так точками ведь это как обе менялся объем у нас течение часа ну и как сказал раньше кастом точно также два режима первый вариант классический появляется две вертикальных линии вы можете находить именно в нужном диапазоне цвет mt4 это вот эти вертикальные линии их толщина их вариант отображения ну и также цвет самой линии меняющихся объемов толщина и каким образом отображать и также как по объемам здесь появился у нас режим пап горячая клавиша п цвет толщина настройки прозрачность настройки отображения каким образом прозрачность и точно так же как по объемам вы имеете возможность по горячей клавиши наносить огромное количество вот этих вот кусочков которые вас интересуют и на них определять какие объемы вам интересно какое движение вам интересны и как внутри этого диапазона менялись объемчики в принципе с динамическими изменения объемов также все давайте будем смотреть что у нас идет дальше классический следующий индикатор дом включаем это количество лимитных позиций по уровням которые у нас отображаются по умолчанию в правой части экрана переходим в настройки можем отобразить их слева ширина опять же хоть на весь экран хоть интересующий ваш какой-то диапазон чик прозрачность тоже все понятно границы это насколько отодвигается непосредственно от края экрана здесь все просто все понятно что у нас еще буковка d да то есть переходим в режим поп-ап точно так же по буковке d мы можем выбирать интересующий нас объемчик вернее интересующий нас диапазон более крупный ну посмотреть там какой-то маленький моментик конкретно 20 пунктов вверх вас пунктов вверх вас вниз вверх вас интересует смотрите эти моменты и еще у нас здесь включен так называемый индикатор тейп давайте мы его включим видите побежали сделочки это живая лента как у нас прямо сейчас в режиме онлайн происходят торги зеленый цвет соответственно покупки вот 12 ордеров прошло на покупку в режиме онлайн там 5 было 4 по нажатию вы видите куда какие ордера прошли видите по цене 1 20 972 1 прошел с учетом форварда это все немножечко меняется путем вы можете смотреть ну каждый отдельно кластерочек вы можете это смотреть и настраивать есть тут вариант агрегированные сделки при наведении мышки у вас подсвечивается объяснение что такое агрегированная сделка объединение нескольких сделок в одну при совпадении направления сделки цены и времени с точностью до миллисекунды то есть если у вас в одну миллисекунду прошла сделка 5 контрактов 7 контрактов 10 контрактов и два контракта при простом режиме у вас отразятся четыре отдельных шарика на покупку зеленым цветом если вы нажмете агрегированную сделку то видите они все объединяются в один общий шарик в один общий кружочек понятен размер задаете максимальный размер который вас интересует прозрачность диапазон фильтра да то есть вы не хотите чтобы у вас постоянно эти шарики звучали вот 20 там пять одновременно если приходит вы нажимаете перейдем на более крупный таймфрейм посмотрим что же мы можем увидеть здесь если поменяем вот эту вкладочку масштаб смотрите внимательно то есть это история которую мы видим непосредственно по данному индикатору и сами шарики уже текут медленно то есть это максимальная история которую мы можем показать то есть при изменении вот этого масштаба но будет там последний час условно или так последние два часа смотрим на так мы смотрим только последний минут поставим здесь чуть меньше диапазончик нас интересует три контракта когда одновременно в одну секунду произошли посмотрите на большом масштабе сколько таких было сделок сама линия вот таким образом немножечко виляет это в действительности от того по какой же котировки происходила сделка то есть вот эти все сделочки они еще вот здесь произошли плюс-минус вот эта котировка 120 974 и в других местах пока у нас не было если сейчас пойдет какое-то сильное движение вверх вот эта линия она вот вот так тоже за ней загнется эти шарики будут плыть непосредственно по тем котировкам где произошло вливание того или нового объема ну и здесь мы видим вот допустим 41 контракт суммарно 20 986 у нас прошел до 20 986 вот свет видите на пару пунктов выше текущей цены отрисовал вот там у нас прошла вот такая сделочка это индикатор дом и встроенный в него тейп далее идем объемы здесь обратите внимание если у нас здесь клавиши можно включить выключить то вот здесь вариант вы не имеете права полностью включить выключить включить выключить это вот эта клавиша здесь точечками обозначены различные изменения различная интерпретация этих самых вертикальных объемов то есть мы можем смотреть а вертикальный объем с распределением дельты внутри этого объема можем смотреть классический цвет опять же настройки сейчас зайдем посмотрим и можете смотреть то есть классический объем но вот здесь подсвечивается не всегда это видно если есть крупные объемы но под к ней мере подсвечивается дельта этого объема давайте перейдем в настройки посмотрим что у нас здесь есть настройках то есть опять же каждый вариант вы можете здесь настроить прозрачность высота и опять же граница допустим вы хотите отодвинуть от нижней части экрана именно объема а сюда поставить ну допустим и дойдем позже до кумулятивной дельты или до дельты настройки идут абсолютно по каждому инструменту цветовые свои то что вам интересно то и будете настраивать далее идем кластер search индикатор объединивший себе кластер волом и кластер дельта навели мышку у нас была подсказочка кластер волом это поиск крупных скоплений объемов на текущем графике по каждому таймфрейму кластер дельта крупных скоплений дельты и объем и вот здесь произошли самые главные изменения которые были в этой версии индикаторов давайте перейдем настройки будем здесь тут же все это дело смотреть и разбирать и смотреть как все это дело отображается на графике и так кластер волом классический индикатор давайте нажмем вот такую вот галочку и будем смотреть что у нас отображается видите галочку нажала здесь забыл включить включаем и вот сейчас у нас появились какие-то интересные кластера что же это за кластера во-первых два цвета у нас есть понятно что это кластера прошедшие по аску то есть покупка зеленый цвет это на продажу давайте выберем пока красный цвет вот сюда еще не вставили всплывающие подсказочки чуть позже обязательно ставим прозрачность нас интересует размер максимальный размер этих самых квадратиков и вот такая интересная цифра как глубина рынка давайте вспомним как было раньше мы ставили интересующий нас объем то есть мы допустим ставим объем 1000 но представьте что нет этого самого объема 1000 у вас пустой график вы не видите действительно и максимальные крупные кластера сейчас мы ставим глубина рынка 5 что обозначать цифра 5 нам показаны на текущем мониторе вот все что у нас входит в текущую историю вот стекут сегодняшнего дня по 5 мая да все что мы видим нам показаны пять самых крупных кластеров давайте посмотрим 10 самых крупных кластеров вот как они распределялись посмотрите внимательно все эти кластера по какой-то причине да у нас именно на продажу нет вариантов то есть самые крупные кластера за последние там пять дней были именно на продаже если мы поставим там 25 самых крупных кластеров вот из всего видимого графика выбирает 25 крупных кластеров теперь смотрите интересный момент у нас допустим есть какой-то интересный кластер вот здесь на 964 контракта произошло до с отрицательной дельты 90 я сейчас беру на 30-минутном графике уменьшая масштаб так сейчас произошел перерасчет и эти кластера просто-напросто исчезли почему потому что именно на этом масштабе сейчас ищутся те самые 25 крупных кластеров то есть тот масштаб который вы задаете об теперь ищется с 7 апреля тут еще какие-то исчезли вы можете поставить себе в настройках давайте еще раз зайдем идем настройки вы хотите видеть условно давайте поставим 10 крупных кластеров во-первых они могут быть в одном месте поэтому их не всегда на экране будет действительно 10 вот у нас вот здесь сколько смотрим внимательно раз два три 4 5 6 7 8 объемов здесь есть 9 какой-то крупный объемчик здесь есть 10 крупный объемчик вот они 10 крупных но вот они все тут сосредоточены увеличьте просто масштаб опять же у нас здесь два теперь стало крупных каких-то кластеров еще масштаб увеличен у нас вот этот момент сейчас уйдет просто за границу экрана и поэтому у нас эти 10 крупных кластеров отобразятся где-то в другом месте потому что мы будем наблюдать рынок именно вот с 5 6 мая нажимая кнопочку плюс вот они появились эти крупные 10 кластеров но уже именно вот с этой даты интересный момент который позволяет не настраивать каждый раз более того не настраивать для каждого таймфрейма как это было раньше переходим на h1 он на h1 еще 10 крупных кластеров они все были вот в этом месте самые крупные нас не устраивает этот вариант не нужно заходить куда-то в настройки перенастраивать масштаб просто кнопочку нажмите вот нам показали на текущем временном интервале самые крупные 10 кластеров я считаю что это очень удобно это значительно сохраняет ваше время сокращает время настройки индикатора если раньше мы настраивали пятиминутку отдельно там чтобы нам показывал все что больше 300 их могло быть миллион штук а могло быть какой-то день вообще ни одного то сейчас просто самые крупные на интересующем вас диапазоне увеличиваем аж максимально увеличиваем масштаб и вот они 10 самых крупных показываются у нас они были там в основном позавчера 12 мая вчера только один проскочил за сегодняшний день ни одного не было не устраивает нас то что мы видим сегодняшний день ничего интересного перейдите на m30 он покажет вам здесь самый крупных опять же посмотрите на m30 все самые крупные кластера были вчера сегодня не было ничего переходим на m15 у нас просто нет вчерашнего дня он нам ищет просто самый крупный кластер а именно сегодня никуда бегать не надо в настройки заходить для таймфреймов менять мы это все делаем именно по одной единственной настройки глубина рынка какое количество крупных ластеров вас интересует показывать только aski 10 только ask of это у нас получается сделки прошедшие на покупку или только беды ну или оба опять же цвет прозрачность глубина все понятно следующий индикатор давайте перескочим окошечко это кластер дельта отключим кластер волом включаем кластер дельта все то же самое вот такие вот ромбики опять же интересующая нас глубина 10 самых интересных дельт которые были максимальные какие-то это может быть не максимальный объем может быть там объем был всего лишь навсего там 200 контрактов условно но там было 190 положительная дельта она доминирует над всеми остальными дельтами то есть мы видим самые крупные изменения именно дельты точно также прозрачность точно также размер и точно также индикатор самостоятельно определяет видимую часть экрана мы сейчас на 15 минутки видим только 10 сегодняшних дельта масштаб убираем уже видите сегодня всего лишь есть три каких-то а вот у нас там вчера 479 отрицательная дельта прошла интересную здесь были какие-то продажи вот на самом акции на дельта интересная прошла вот на минимуме кто-то попытался купить но по факту мы видим что его тут же в режиме онлайн каким-то образом продавили если мы перейдем на h1 он на h1 все что видит на экране будет искать максимальное количество дель то есть опять же не нужно настраивать для каждого таймфрейма все это делается в автоматическом режиме ну и есть два классе и опять же кастом классический который мы помним две вертикальные линии здесь глубина смотрите 5 у меня стоит две вертикальные линии он находит именно между этими линиями 5 крупных доставим вот они 5 крупных которые были именно в указанном диапазоне точно также цвет прозрачность размер этих квадратиков глубина рынка сколько мы хотим видеть крупных и точно также здесь появился режим up up до когда мы по горячей клавиши смотрим горячей клавиши б мы задали по умолчанию по горячей клавиши вы просто выделяете интересующий вас диапазон вот я смотрю этот день вот за этот день 5 крупных мне показано нет я хочу смотреть 10 за каждый день пожалуйста 10 самых крупных он не найдет опять же нужно просто заново накинуть этот самый новый а пап да вот он нашел нам 29 то есть эти настройки применяются к новым отрисованы то что мы уже отрисовали они здесь не меняется как же поменять здесь вот сюда заходим то есть по умолчанию было 29 а я хочу за этот день посмотреть 7 всего беру следующий опять же кнопочка смотрим кнопочка б хочу следующий день посмотреть следующий день мне отрисует по настройкам по умолчанию 29 найдет здесь я смотрел хотел 7 здесь я хочу допустим 29 или 14 мы ставим берем следующий отрисовываем за сегодняшний день 14 крупных он нам находит 14 крупных хочу самый крупный один переходим в настройки настраиваю вот самая крупная дельта опять же я показываю сейчас каст кластер волон именно вот самый крупный объем за сегодняшний день был у нас по цене 20 797 если вы нажмете тут точно вам цену выделят 120 816 объем 603 дельта положительная 187 это самое дельта и то же самое у нас есть поп-ап по кастом кластер дельта да пожалуйста вы можете классическую путем перемещения вот этих линий настраиваете цвет этой линии настраивать опять же глубину размер этих шаров и отключаем классическую режим поп-ап выбирайте ну давайте выберем чтобы видно было какой-то другой цвет синий и какой-нибудь там и красный давайте оранжевый выделим хотим видеть 18 самых крупных давайте вот таким образом максимально яркими отобразим и посмотрим так это классическая закрываем настройки и горячая клавиша у нас идет н до н и вот по горячей клавиши н я опять же хочу вот на этом диапазоне увидеть там то количество которое я задавал для себя то есть это максимальная понятно что с этим никто работать не будет тут на каждый типа кластер можно обращать внимание но вы можете опять же зайти в настройки мышечку наводите у вас все подписано здесь у нас кастом кластер волум здесь у нас кастом кластер дельта заходите в эти настройки в 18 крупных да зачем они нам нужны давайте найдем 7 крупных а что там у нас еще много всего чего-то светится убираем интересующие нас вот эти моменты например а вот они нам мешают просто-напросто их убрали мы видим интересные кластерные вливания в определенных точках опять же не нравятся мне эти настройки можно перейти настроить все самостоятельно можно опять же зайти хранилища настроек сброс на начальную настройки все вас начали настройки или настройки хранилище настроек загрузить настроечки да вот у меня есть комплексный обзор я его загружая у меня появляются вертикальные линии динамических изменений объемов за ними вертикальные линии волон профайл и дом высвечивается это то как лично я веду обзоры это мой классический вариант отображения индикатора на графике здесь тоже в принципе все дальше переходим что у нас еще есть опять же давайте увеличим просто масштаб так как мы опустились на начальные настройки возьмем тот же самый для красоты 150 дельта классическая дельта ничего интересного просто два режима отображения либо все это дело вверх причем это очень удобно если вы перейдете вот сюда и эту самую границу опустите куда-то вниз вот у вас есть дельта каждой свечи который вы смотрите в настоящий момент часовая ну или вот сюда нажали опять же у нас идет положительная дельта вверх отрицательная вниз граница это вот эта линия относительно максимальной дельты вниз насколько у нас отодвигается вот таким образом поднимая граница просто у нас двигается высота самих линий тоже все понятно ну и про прозрачность этих самых линий никаких сложностей здесь у нас нет каждый настроит под себя самостоятельно то что его интересует модель 1 условно модель 2 ну и кумулятивная дельта здесь по умолчанию включены вот такие настроечки давайте разбираться кумулятивная дельта всего контракта включаем эту самую кумулятивную дельту слишком высоко допустим опускаем этот момент пониже вот мы видим дельту всего контракта масштаб уменьшаем видим что в рамках текущего контракта сначала у нас было много продавцов покупателей по рынку затем у нас мы пересекли нулевую линию появились продавцы опять пересекли положительную почему бы нам не покупать до какого-то момента здесь стоп покупки начинаем как бы искать продажи так как вариант но вот это у нас идет дельта контракт опять же цвета прозрачность все очень легко настраивается высота самую узенькую можно ее сделать нужно и вообще максимально растянуть но понятно не на весь экран вот таким образом но и граница выше ниже недельная дельта все то же самое давайте мы ее включим вот она появилась вы можете выбрать для недельной дельты какие-то свои цвета и просто-напросто эти цвета опять же границу пододвинуть куда-то повыше сделать не такую и высокую и прозрачность там совсем убрать чтобы она где-то на заднем фоне у вас высвечивалась это недельная дельта дневная дельта все то же самое куда-то она упала между этими дельтами окей берем ее поднимаем вот сюда все все разные варианты кумулятивной дельты вы можете видеть на одном экране они включаются и вот здесь причем не нужно иногда заходить настройки вы можете сидеть взяли отключили полностью все включили не интересует вас какая-то дельта кнопочку нажали она отключилась недельная взяли отключили дневную для себя дельту опять же перешли в настройки не устраивает вас у дневной дельты прозрачность сделали минимальную прозрачность путаете ее с какими-то другими дельтами поставьте цвета какие-то другие которые вам в данной степени конкретно в данном случае больше нравится точно также понятно дельта часа не будем смотреть это нужно на m1 на m5 смотреть на часовом графике это будет просто скажем кумулятивная дельта она будет совпадать с дельта именно ну а мы посмотрим опять же то что новенького у нас появилось это кастомный режим то есть опять же классический кастомный режим две вертикальные линии которые мы можем перемещать интересующий нас диапазон по цветам все то же самое по высоте объекты mt4 то есть это классические вертикальные линии как выглядят граница сдвига от самой нижней части экрана ну и прозрачность ну и тот же самый классический поп-ап горячая клавиша по умолчанию стоит м цвета давайте выберем какие-нибудь бордовые там желтый до максимальную яркость и этой самой волшебной клавиши давайте порисуем смотрите опять же точно так же как и по объемам нас интересует только левая и правая часть поэтому вот мы смотрим куда сдвигаем по высоте вы можете куда угодно и и подставить куда угодно и и пододвинуть для того чтобы понимать и отслеживать именно дельту выбранного диапазона посмотрели этот диапазончик сдвинули допустим на час слева на час право для того чтобы то что вас каждому интересует то есть наша задача была максимально улучшить функционал чтобы это было очень и очень удобно для каждого пользователя и каждый мог настраивать под себя по сути для первой версии второй версии дают проволом 200 это все изменения систематически будем добавлять какие-то новые настройки освободили место себе еще под один индикатор скоро будем что-то добавлять но именно вот эта версия у нас будет основная ну то о чем не сказал это конечно же автовыбор контракта либо вручную выбираете интересующий вас контракт ну и для тех кто пользуется нашим индикатором на терминалах mt4 mt5 где есть возможность анализировать именно прямой фьючерс можете не использовать forward point когда у вас загружен график фьючерса закидываете проволом и у вас без использования forward point все будет отображаться четко галочки не стоит работаем с текущей forward point я рассказал вам в общем первые настройки первые изменения индикатора проволом 2 надеюсь вам будет приятно им пользоваться